Всем привет-привет, мои дорогие! С вами Кононова Аня. К сожалению, не знаю, когда выйдет это видео, потому что опять у нас поездки, опять у нас интенсив с Викторией Антоновной, опять и все на связи. Но я хочу вам сказать, что слава Богу, у нас появились наконец-то кошачьи жидкие корма. Ждем твердые, все еще ждем, да, то есть потому что в рекламе я видела, что они прям, ну, клевые. Дальше, что хочется сказать, да, появился корм для любимых кошек Нежный Кролик. Они идут, упаковка 5 штук или 24 штуки. На некоторые я прям распечатала аннотацию, потому что аннотация, ну, очень уж тут интересная, да, вот смотрите, например, так, я взяла лакомую индейку, да, это идет, по-моему, для стерилизованных кошечек. В общем, тут все очень интересно написано, указано, да, сколько надо крошкам дюймовочка, 2,5 пакетика, стройные, изящные, 3-3,5, 2,5, 3,5, важные и статные, 4 килограмма, 3-4 пакетика, да, подвижные и неподвижные. И Короли джунглей, 5 килограмм плюс, 3,5-4, 4,5-5, если они подвижные. Корм у нас крутой. Опять-таки, компания Фаберлик подошла очень шикарно к нашим питомцам. Я почему-то уверена в качестве. Получается, один пакетик корма, по-моему, 30 рублей выходит, если я не ошибаюсь. Есть упаковочки 24 штучки, а есть упаковочки по, так, погодите, по-моему, по 5 штучек, да? Да, есть 5 штук, стоит 184 рубля получается, а есть 24 штуки, они 740 рублей. То есть, для кошек лакома индейка. Тут идет высокое содержание качественного белка, оптимальное содержание жира, полный сбалансированный комплекс аминокислот, минералов, витамин А и Е. Это я прям с сайта распечатала, дорогие мои аннотации. Поэтому можете поставить на паузу, почитать все это, потому что видео я задерживать не буду, самое любопытное, кто очень-очень любит, так же, как я своих животных, просто почитает. То есть, вот тут таблица с весом питомца, сколько в день надо пакетиков, как хранить. Вот, состав у них идет у всех, вес, кстати, вес больше, чем вискос, это точно. Срок годности 24 месяца, дата изготовления в закрытом виде, это понятно. Витамин Д, тут таурин, биотин. В общем, что скажу, кошка очень интересно к этим кормам подошла, она их понюхала, она их посмотрела, она прям в таком шоке, чего-то тут ей новенькое что-то подсунули, ей не очень-то хотелось эти корма, вот, она сначала понюхала, ушла, но она была тогда сытая. Когда она проголодалась, мы дождались этого момента, убрали у нее сухой корм, все убрали и стали ждать, когда она проголодается. Так вот, она стала очень хорошо кушать, и самый любимый у нее получился сочная говядинка. Так, значит, где же тут артикул? На этой упаковке 24 штуки, я так понимаю, а вот, вот, 24 штуки, артикул 16207, да, то есть тут 2 килограмма корма, 85 грамм, по 24 штуки, все упаковочки идут, артикул 16207. Вот, что хочу сказать, нежный кролик, они все идут кусочками, паштетов пока нет, вот у меня кошка любит лично паштеты. Кушает нормально, но без такого вот жадного аппетита, потому что все-таки с одного корма на другой корм, ну, так, кушает, лениво, но кушает. Далее, лакомая индейка, так, артикул получается 16209, да, 16209, тоже упаковка 24 штучки. Вот, дальше, значит, линейка называется My Lovely Best Friends, вот, так, легкая индейка, это, по-моему, как раз для стерилизованных кошечек, для кастрированных кошечек, да, получается, тоже 85 грамм пакетик, вот, полнорационный корм, тоже я про него сделала такую вот аннотацию, да, то есть все прям подписала, чтобы вам было прям удобненько, сейчас увеличим. Наша цена 184 рубля, 24 штуки, 740 рублей, понятно, что по цене каталога они идут дороже, идут они промо-бал, как я понимаю, но это лучше, чем ничего, лучше мы у нас будем промо-балу покупать, чем у нас вообще этого доп. ассортимента не будет, я имею в виду дополнительного, да, тоже тут, видите, очень много аннотаций, да, твердые пищевые волокна, клюква, элькорнитин, ксатановая комедь и добавление каких-то витаминов идет, какое добавление идет, какой-то состав тоже, прям все распечатала, как кушать стерилизованным кошечкам, корм должен быть теплой температуры, кормление желательно разделить минимум на два приема, у животного всегда должен быть доступ к свежей пище, ой, к свежей воде, ну, в общем, все по-хорошему указано, сертификаты тоже хочется на сайте, обязательно распечатайте, так, значит, вот такая вот легкая индейка, 16231 артикул, вот, следующий корм, это вкусная курочка, еще раз повторюсь, они идут все кусочками обычными, могу, в принципе, даже распечатать, показать, цены у всех одинаковые, у всех одинаковые, но я распечатала только для стерилизованного, для котят и так далее, потому что у остальных такой обычный состав, вкусная курочка для котят, наша Алистка тоже покушала, вроде бы ничего так неплохо, значит, с новым кормом серии My Lovely Best Friends, ваш питом, мне всегда будет чувствовать себя прекрасно, ну, в общем, я счастлива, что у нас еще и это появилось, вот тут вот состав, вот тут вот состав, поэтому, да, читайте, ставьте на паузу, я думаю, вам все видно, но мне вот очень хорошо на моей камере видно, я думаю, что и вам тоже будет видно, вот, как все это дело применять, ну, и последний, вот самый любимый Алисткин корм, они все идут одинаковые, мы ее как раз сейчас кормить, поэтому я распечатаю, да, такой вот обычный корм, но они не тверденькие, ничего, и тут такие вот обычные, запах очень приятный, пахнет ужасно вкусно, знаете, таким гуляшом прямо пахнет, вот как вот мы гуляшек готовим, ну, понятно, что они там без соли, без всего. Далее, тадам-тадам, такая вот водичка, пока что у меня есть только ее пробник, я тоже распечатала прям, потому что тут, ну, мало как-то, мало показано, значит, вода называется Авиатрис, она тут полноценной версии 50 малы, но у меня пока есть только пробничек парфюмерной воды 34185, что хочу сказать, общее мнение о ней, да, вот пробничек 31185, о пробничке таково, легкий, нежный, ненавязчивый, но с характером, вот так бы я выразилась. Обычная версия идет 50 малы с артикулом 3089, я ее заказала, она мне идет. Основные ноты личи, магнолия и озоновый аккорд. Но я не могу, она мне чем-то очень понравилась, я почему-то услышала сначала аромат лимона, потом я услышала какие-то доли меда, вот прям доли меда, а потом уже аромат раскрылся вот этой зеленью и озоном, но это уже такие нотки, мне кажется, даже основные почему-то. Основные ноты озоновый аккорд, личи, магнолия, а в тальклерная пирамида идет верхние ноты, озоновый аккорд, ревень и личи, ноты сердца, пион, магнолия и жасмин, и шлейф, кедр, сандал, мускус, амбра. Упаковка с объемом поляризатора 50 мл будет идти, срок годности прям 5 лет, с даты изготовления. Состав у него тут идет, я надеюсь, вам хорошо будет видно, можете поставить на паузу, почитать. И как применять тоже очень интересно, не все всегда правильно применяют ароматы, вот, а тут на самом деле прям очень все подробно описано, указано на сайте, прям шикарно. В общем, аромат мне очень понравился, хочу, вот знаете, для меня этот аромат, вот действительно сила и нежность, как тут показано. Почему? Потому что вот именно этот аромат, он мой характер, может быть, даже раскрывает. Есть и нежность, мягкость, легкость, вот это вот парение, но твердость и сила. Вот я бы так его описала. Действительно вкусный, очень приятный, нежный, легкий, прям такой, знаете, хорошенький-хорошенький. Далее, следующий аромат, оказывается, мужской, я его сначала нанесла на себя, послушала, думаю, что-то как-то неженский он какой-то. Вы представляете? Вот когда я очень люблю, не читая аннотации о продукте, понять, что это за продукт, а потом уже читаю аннотацию. Так вот, аромат Glorious, он, оказывается, полноценной версии идет 100 мл. У него артикул 32.55 у полноценной версии и 34.25 у пробника. Он тоже очень хорошо раскрывается, да, вот этот именно 34.25. Мне он безумно понравился, прям безумно понравился, прям такой, знаете, в хорошем смысле нахальный такой смелый мужчина, какой-то вот такой образ у него. Действительно, может быть, и правильное тут описание. Вот, и вот сама автоклорная пирамида парфюмерной воды. Основные ноты идет гватемальский кардамон, лайм и венгирский кедр. Верхние ноты гватемальский кардамон, яблоко, лимон, лайм, юзу. И ноты сердца получаются лавандин, смола элеми, мускатный шалфей и шлейф, венгирский кедр, пачули и лабданум. Я даже не знаю, что такое лабданум. Вот, аромат создан специально для компании Фаберлик, всемирно известным парфюмером. Ильяс Эрменидис. Эрменидис. Дальше, значит, а вот тут, вот этот вот аромат женский, он создан, да, Эмили Копперман. Вот, если вам что-то эти имена говорят, я их, к сожалению, не знаю. Значит, вот этот пробничек, он, в принципе, неплохо раскрылся, мне очень понравился. Я такую полноценную версию уже хочу, уже не могу, хочу. Я хочу, чтобы такой аромат шел от моего мужа. Вот, он действительно суперский и классный, и действительно его хорошо описали. Да, основные ноты, тут идет гватемальский кардамон, лайм и венгерский кедр. Вот, что понравилось в этой воде, то, что она 100 мл, да, не 50, как обычно, а вот именно, что 100 мл. Вот тут идет, значит, состав. И как правильно наносить аромат, те же самые правила. Тоже очень-очень интересно. Мне тоже понравилось, что так вот на сайте все это описано, здорово и классно, и что я сейчас могу это все распечатать, потому что у меня принтер был сломан, потом мы его к дочке поставили, да, дочке бегать было лень, но сейчас вот он у меня стоит пока что. Черно-белую печать я решила сделать. Вот, сильный, мощный, классный аромат, но не бьющий в нос. Тактичный такой аромат, что понравилось. Да, вот с этим ароматом тоже очень сложно с женским сделать перебор. Женский аромат тоже очень-очень достойный. Свежесть, легкость, прям хочется его израсходовать, хочется второй раз заказать. Хорош аромат, хорош, прям супер. Прямо оба мне понравились. Ну вот этот, вот мы с мамой разговаривали, мама говорит, он для меня тяжеловат. Я думаю, ну здрасте, приехали. Мне наоборот, он кажется легким, а девчонкам, например, до 35. Вот он мне такой показался. Но на самом деле, видите, мама говорит, для меня он тяжелый, я, наверное, старая, поэтому мне вот такой запах слишком тяжелый. Мне нет. Но я же переболела ковидом в ноябре, и я думаю, может быть, у меня что-то с рецепторами. Но вот, допустим, мы пробовали его втроем, но всем троим понравился. Мама сказала, нормально имеет место быть, то есть ее не зацепило. Меня же этот аромат лично зацепил. Вот так вот у нас раздвоение, прикольно. Третья девушка сказала, ну вот если бы мне его подарили, я бы израсходовала и нормально. А так тоже душу не запал. То есть это такой, может быть, повседневный, да, можно так сказать, повседневный аромат, который будет нравиться, не раздражать. От него, мне кажется, устать невозможно. Он такой ненадоедливый. В общем, супер, мне понравилось. Далее хочу показать такую вот коллекцию, но только на Викузке. На данный момент Викузка уже уехала, но я успела все заснять, отснять. Такие вот классные свитшотики, они действительно суперские. Мое мнение о них, качество обалденное. Качество классное. А мне, конечно, много чего не досталось, но все-таки я заказываю, заказываю. Заказы это все дело опять-таки удаляется. Я перезаказываю заново. Не знаю, когда это закончится, но когда-нибудь они до меня все дойдут. Я все-таки хочу фотосессии в фэмили-луке, именно вот в этом. Так, значит, первый артикул это 861-251. Это платье свитшот. Нам они понравились тем, что они идут прям 80% хлопок. И я заказала их побольше, потому что в день мы можем поменять 2-3 кофточки. А так как Вика из всего выросла, я это уже не буду распаковывать. Это уже распаковка прошлого каталога. Но я думаю, Катюшка, которая сейчас мне монтирует ролики, найдет эту вставочку и вот сюда вот поставит. Покажет нам Викушку. Вот в этом вот 861-251 платье свитшот для девочки. Вот. Дальше. Что я прям хайфанулась. Чего? Да, то есть вот эта кофта, она теплая, но мне не потеется. Смотрите, какой у нее тут обалденный начес. Вот. И в этой кофте абсолютно не потеется, кстати, наклеечки Фаберлик. Ну, ногти, конечно, уже отросли. Я в декабре делала маникюр, скоро буду делать новый. Но посмотрите на сами наклеечки. Вот пьешь вот всю эту Омегу, Д3, К2, пьешь-пьешь и понимаешь, что, блин, маникюр-то часто делать приходится. Вот, а так, в принципе, он мне нравится. Да, видите, какие тут все шовчики, все очень аккуратненько. Да, вот аннотация, как за этим делом все ухаживать, да, темные цвета стирать отдельно, избегать длительного замачивания. С этой стороны тоже, что можно, что нельзя. Ой, вот так вот. Так, я вам все вот это вот вырежу, да, отбеливать запрещено. Ну, тут все как обычно, стирка 30%. Вот такая вот красота. И вот что хочется про него сказать. Сидит он действительно великолепно, действительно классно, очень аккуратненько. Горловинка кругленькая, низ тоже в форме резиночки, но не свободный. И все очень хорошо тянется, растягивается, низ изделия тоже выполнен в форме резиночки. Вот прям никакого нарекания нету. Я прям очень-очень довольна, довольна всем тем, что вот сейчас у меня на столе. Прям супер-мега-класс. Причем я все хотела сделать family look, да, еще раз напомню артикул 861 785 в размере 140-146. То есть, когда вы этот артикул гуглите на сайте, вы потом можете поменять размер. Не обязательно заказать 140-146, но у них у каждого размера свой артикул. Да, то есть, вот одна модель, вот это вот PGT-EAR 112, это одна модель на всю вот эту вот зеленую кофту. А размеры, они уже по артикулам распределяются. Дальше, значит, я таких кофточек заказала одну на подарок. Я буду это отправлять, отправлять на подарок. Поэтому я заказала несколько штук, но они мне так понравились. Вы понимаете, тут необычный зеленый, тут очень красивый зеленый цвет. Мне он прям в душу запал. Ну, шикарный цвет, красивый. Я счастлива такое буду подарить кое-кому. Голубой на фото нет, но, слава богу, есть вот тут вот видео, вы увидите. Да, то есть, вот такая же, точно такая же, как голубая есть в каталоге. То есть, их 4 расцветки. Я постаралась заказать все, но абсолютно не все приходит. Тоже очень красивый голубой. Такой же состав, такое же качество. Артикул 861 795 в размере 140-146. Также стирать аккуратно ее надо, да, с таким же она прям начесом. Прям, видите, такой вот прям шикарный начес. Ну, вот понимаете, в этой кофте я сама в ней лично походила. Есть же и взрослые версии, так ведь? И вот после того, как я сама в ней лично походила, я поняла, что она теплая, в ней тепло, в ней реально тепло и хорошо. Но в ней не потеется. Нету вот этого вот, да, скопления там тепла, пота, с которого, да, вот бывают вот синтетики. Нет, это очень классный состав. И она тянется так вот в меру не сильно. Ну, вот на искос, может быть, еще растягивается. А вот так она более-менее упругая. Она слегка только тянется. Так тоже слегка растягивается. В общем, очень комфортные в носке. Супер-мега-класс. Я прям довольна. Следующая коллекция немножечко другая. Так, это у нас идет худи для детей. Артикул 861-775. Размер 140-146. Состав тоже 80% хлопок. 20% полиэстер. Вот тут сейчас Катюша покажет, как мы втроем в тигринной коллекции идем наяриваем. Нам очень понравилось, что маме, что Кате, что мне. Они реально клевые. В них не жарко и в них не холодно. Вот это прямо классно. И то, что можно сделать фэмили лук, это очень суперский. У нас с Викуськой пока фэмили лук не получается, но уже начали кое-что собирать, набирать. И наконец-то у нас получается коллекция. Так, вот такой вот тигруша с блестками. После первого применения блестки пока что не отпали. То есть они такие, знаете, невызывающие. Блестки это сверху, да, слышите, тут вот нету эта ткань. Такие вот они грубенькие, но очень такие эластичные, подвижные. Вроде бы я их тяну, растягиваю, с ними вроде бы все хорошо, мне все нравится. Далее подкладка у них точь-в-точь такая же теплая, прям мощная, да. Кофта действительно прям сколько-то даже весит. Швы тоже все очень хорошо прям прошиты. И швы не давят, что, я думаю, немаловажно. И вот эта вот пушистость, вообще никакой колкости нет. Мне прям душу запало. Поэтому вот такую кофту, как вы помните, по предыдущим обзорам у меня забрала мама. Вот такой вот капюшон. Он без затяжечек, без всего, он просто капюшон. Но капюшон тоже двойной, да, с одной и с другой стороны. Прям теплый-теплый. Его можно прям из-под курточки достать, ребенку надеть на тонкую шапку. И у него уже будет кайфово. С головы он тоже не спадывает, что тоже удобно, классно. Вот. Ну, в принципе, я прям очень счастлива, что у нас стало появляться, может быть, мало вещей. Но они стали качественнее в 100-500 раз. Потому что я помню, что вот несколько лет назад у нас был выпуск платьев. Вроде бы классные, яркие, суперские. Но ткани оставляли желать лучшего. Согласны? Вот сейчас такого вообще абсолютно нет. Качество просто на высоте. И я счастлива такое покупать. Кто говорит, что это там дорого, еще что-то. Это очень крутое качество. И свитшот детский, да, вот, например, стоит 1200. Так, ну-ка, вот этот предыдущий, сколько он стоит? Леггинсы, леггинсы, брюки. А вот худи, худи для детей 1699. Ну, минус 20%, конечно же, да. Сколько мы еще баллов минус. Вот кто директора, минус 23% объемной скидки. Кто делает большие заказы, там еще по VIP3. Там вообще как бы меньше, меньше, меньше. И вот такое качество, вот по такой цене сложно найти в магазине. Это я прям утверждаю. Потому что по магазинам, кто смотрит мои сторисы, инстаграм, по магазинам я хожу часто. Часто хожу. Вот, поэтому я не знаю, как бы. И качество оставляет желать лучшего. Вот мы тут накупили векуся колготок, ритузиков, всего. Уже половина скаталась. А отдали около 30 тысяч, ребят. Просто вот купили там 5 таких, 5 таких, 6 таких, да. То есть, ну вот на сменку ей. А всего побольше, потому что она в стирке может целый день проваляться. Пока накопится, да. Там черное пока накопится, пока цветное накопится и так далее. Загрузка 12 килограмм у нас сейчас. Машинка новая, да. Да, тоже LG прямой привод мы взяли сразу же со встроенной сушкой. И мы ждем, чтобы хотя бы килограмм 8 накопилось. И понятно, иногда в стирку попадают двое, трое, четверо колготок. А ей же еще надо им высохнуть, и надо их носить и так далее. Другие. Вот мы набрали много, ну где-то 25-30 тысяч. И я вам хочу сказать, что наши леггинсы, которые я потом взяла XS на Викуську, они слегка великоваты, но они уже два раза постераны и не скатались. И понятно, что в следующий раз я уже не пойду в магазин покупать. Я опять нашла сравнение. Я опять думала, что взрослая Вике не подойдет, а оно опять-таки круче качеством. Вот поверьте мне, пожалуйста, ну прям круче качеством. И вот наша восьмилетняя дочка носит леггинсы сейчас от компании Фаберлик 200ден размером XS. И они нам безумно нравятся. Я прям счастлива. Так, далее. Вот такая вот легкая дышащая термофутболочка. Я ее все-таки взяла. Сначала ее не было в наличии, потом она появилась. У меня тоже тут есть какой-то такой мини-мини-начосик. Он слегка скатывается. Стирок через 10 точно скатается. Но эта вещь до такой степени долговечная, что мы еще ее отправили на вторую жизнь нашей семье. Все очень хорошо тянется, растягивается. Тоже шовчики шикарные. Артикул 830-113. Мы ее тоже примерили. Значит, состав 74 вискоза, 18 пелиэстер, 8% эластан. Так и называется термобелье для девочки. Футболка с длинным рукавом. Тоже шикарно. Она в ней даже порой по дому бегает. Есть такие штаны, есть такая футболка. Я сначала не нашла и сказала, что этого нет на сайте. Но добрые люди мне прям ссылками заскидывали в сообщениях, что Аня, как так, почему нет, все есть. Я начала смотреть и думаю, божечки ты мой. Но на сайте Фаберлик сейчас есть маленький бардачок. Я понимаю, что это никого не устраивает. Но я думаю, нужно немножко потерпеть, и этот бардак приберут. Потому что в некоторых разделах то, чего ты ищешь, ты не находишь. Раньше было все прям как часы работало. Сейчас там, не знаю, то ли новички работают, то ли из-за того, что БСС с Фаберлик объединились, товара стало в разы больше, они раскидывают не в те разделы. А я-то просто в раздел загляну, ой, нету. Да, там одежда для девочек пролистала, нету, к сожалению. А оно в другом разделе почему-то попадается, да. И вот спасибо, конечно, большое, что вы мне подсказываете. И сейчас у нас будет целый комплектик тоже здоровый и классный. Мне очень нравится, когда целым комплектиком все на ребенке. Еще одна новиночка. Честно вам скажу, горжусь компанией Фаберлик. Опять-таки все биоразлагаемое, экологически чистое. Опять-таки многоразовое использование. Идеальный для сухой и влажной уборки. Подходит для любой поверхности. Не оставляет следов разводов. Обладает антистатическим и полирующим эффектом. Ну, если в сухом виде, да, в сыром, то как они же будут обладать. Вот, в рулоне 50 штучек. Мы уже одну оторвали, посмотрели, да. То есть вот они такие прям хорошенькие. Сейчас увеличу вам прям ткань, чтобы вы посмотрели, да. То есть оно такое вроде бы как бы и тянется. И вроде бы как рвется. Но это что-то типа вот таких, знаете, салфеточки. Сходило за тем, что у нас пока еще не закончилось. Да, вот такие вот мы брали. Не знаю, из чего они, как они, да. То есть вот немножечко надо было расширять. И оно вот так вот отрывается. Таким же образом. И вот они такие вот. Ну, удобно для всего, в принципе, удобно ими пользоваться. И сейчас я просто перешла на эти. Они слегка погруже. Они будут лучше мыть. Когда вы их намачиваете, они не скатываются с ними. Ничего не случается. Это многофункциональные салфетки для уборки. И артикул 910-269. У нас, как вы знаете, еще ватные палочки появились. Тоже биоразлагаемые на деревянных этих штучках. Чтобы уж точно природу не загрязнять. Я прям счастлива. Я прям счастлива. Уход у них идет. Стирка при температуре не более 40 градусов. Мы одну запустили просто с бельем, кучкой. В конце дня мы собираем все свои губки и так далее. Ну, то, что маленькие губки мы в посудомойку кладем. Там они моются. А то, что вот такое вот покрупнее. Тряпочки, полотенца кухонные. Мы скидываем в стиральную машину. Так вот, что мне понравилось. Это то, что они реально суперские. Так, значит, 25 на 25 сантиметров. Размер одной салфетки. Количество салфеток в рулоне 50 штук. И состав. Так, бамбуковое волокно. Я сейчас вам прям увеличу, чтобы вам видно было. Да, бамбуковое волокно, целлюлоза, полипропилен. Вот такой вот состав. Я прям счастлива. Еще бы, конечно, хотелось, чтобы они были белые. Вот. Но они такого цвета приятного, что, в принципе, нормально, сносно. Причем, вот это тоже не пластмасска. Это такая вот деревяшка тут идет, походу. Но такая вот плотненькая. Вот она выглядит, как целая упаковочка. Да, то есть, она такая тут немножечко сжатая. В общем, я довольна. Я таких уже побольше заказала. Все, мы переходим на эти. Это у нас идет, просто идет. Так, ну, если посмотреть на нашу подставку, то так. Грустновато, конечно, маловато. Да, хочется, да, вот так вот, другую уже подставочку под них заказать. Ну, и так, в принципе, неплохо смотрится, да. Оторвали. У нас одна с бумажными салфетками, с такими вот рулоновыми стоит, а вторая с тряпичными. Оторвали. Можно весь день мыть. И потом в конце дня выкинуть в стирку. И с утра опять начать пользоваться, когда из стирки заходят. Мы обычно на ночь часов 8 запускаем вместе с сушкой, совсем стирку. Она у нас стирает. Машина, ну, если большой вес, то 4-5 часов. Ну, и мы достаем уже практически еле-еле вот такое влажноватое белье. Ставим отжим 1600. Ну, в общем, прощай, синтетика. Да, привет, биоразлагаемые штучки-дрючки. Ну, это понятно, что мы дорасходуем. Смысл сейчас это все выкидывать. И вот у нас так вот будет стоять. Очень удобно. Далее. Это футболки. Я люблю такие футболки заказывать побольше. Потому что белое, ну, оно и в Африке белое, как у меня папа любит говорить. Да. Обычная, классическая футболка. Артикул 530-160. Размер 54. 100% хлопчик. Вот обычная. Я ее беру часто на отдых. Антон любит под пиджак ее носить. Да. Мужская, классическая. Вообще вот прямо ничего в ней особенного нету. И вот такие вот классические вещи я беру прям побольше. Кладу ему в стопочку. Да. Мало ли какой-то обзор. Куда-то мы пошли. Да, даже вот обычный день рождения надевают футболку, сверху какой-нибудь полуспортивный пиджак, смотрится просто бомбово. Белые футболки мы очень любим. Белые рубашки мы очень ненавидим. Ну, вот так у меня муж устроен. Он любит все комфортное, любит все удобное. Иногда ему, конечно, приходится надевать пиджаки, галстуки. Но, если честно, он расстраивается из-за этого, когда ему все это приходится надевать. Галстук он вообще галстуком не называет. Он называет только удавкой. Но бывают такие мероприятия, когда надо. Поэтому. Ну, что могу сказать. Очень классная штука. Вот это вот, как вы видите, заказала еще три. Стоит дешево. Меньше 100 рублей по моей цене с 26% скидкой. Точно помню, что меньше 100. Артикул 0197. Она идет 150 мл. До такой степени крутая штукенция, что я просто вот в огромном-огромном восторге. Способ применения. Наносим на волосы. Ждем 3-5 минут. Ну, в принципе, и все. Дальше, что у нас получается. Она пахнет очень вкусно морожкой. Конечно же, очень-очень вкусно морожкой пахнет. И идет как питательная маска для сухих и ломких волос. Увлажняет, да. Питает волосы по всей длине, да. Придает волосам силу блеск. Отлично придает. И предотвращает появление секущихся кончиков. Но это не подскажу, потому что одну маску я израсходовала. Вот она такой вот густоты масочка. Так, давайте прям увеличим. Такой вот густоты масочка. Очень хорошо наносится. Такая слизенькая. Смывается тоже очень-очень хорошо. Видите, такая вот прям. И запах. Вот я открыла. Он вроде бы яркий, но он не бьющий в нос. Он не раздражает. Вот видите, взбила. И уже она такая, как взбитые сливки стала. Такая слизенькая. Хорошенькая. Я прям в восторге от нее. Мне нравится. Прям нравится. Все, мои дорогие. С вами была Конова Аня. Это был обзор новинок и неновинок. Всем пока-пока.